Запуская торы и свободный порт, президент Владимир Путин ставил задачу в разы увеличить население Дальнего Востока. Он подчеркнул, что особые экономические зоны должны увеличить количество рабочих мест в регионах. Но в Приморье другая проблема – кадровый голод. Нехватку квалифицированных специалистов испытывают почти все отрасли – от рыбного хозяйства до сферы гостеприимства. На данный момент, уже после кризиса, когда мы уже вышли из кризисного пяти экономического, рынок возвращается к соискательскому. У нас актуален тренд дальневосточный, который был всегда – это дефицит персонала. Традиционно в Приморском крае люди хотели бы работать на морском транспорте в сфере строительства, производства и других важных для экономики отраслях. Но список вакансий убеждают – везде требуются продажники, на них приходится треть вакансий. Восстановился спрос на работников банковской сферы, много предложений для работников IT. Виной тому – отток населения. Соискатели могут диктовать свои условия – официальное трудоустройство, достойное заработной оплаты, карьерные перспективы. На одну вакансию приходится три резюме вместо шести. Работодатели вынуждены конкурировать между собой за персонал, за лучших из лучших. Топ-3 самых высокооплачиваемых специальностей по версии базы объявлений «Форпост». Самую высокую зарплату получают работники морского транспорта – рыбообработчики, капитаны кораблей и т.д. Их оклад превышает 150 тысяч рублей в месяц. На втором месте – электромеханики. Они получают от 110 тысяч рублей в месяц. На третьем месте стоит вакансия «Коммерческий директор» с предложением зарплаты от 100 тысяч рублей в месяц. Количество вакансий в июле 2017 года в шесть раз превысило число зарегистрированных безработных. Но, несмотря на кажущийся дефицит кадров, существует безработица. Она сохраняется на уровне 1,2%. Необходимо понимать, что до 70% наших вакансий средоточены все-таки для рабочих профессий, либо для рабочих специальностей. Помимо рабочих, через службу занятости ищут в основном медицинский персонал, работников сферы образования, инженеров. При этом уровень предлагаемой зарплаты – 20-25 тысяч рублей в месяц. Из чего можно сделать вывод, что рабочих мест с достойной оплатой в крае не так много. Тем более, что крупнейшие проекты в ТОРах и СПВ так и не запущены. А львиную долю резидентов все еще составляют малые предприятия. У нас есть несколько клиентов-резидентов свободного порта. По мере того, как проект развивается, в той же степени, как и территория опережающего развития, в нем появляются резиденты, они начинают работать, они выходят постепенно на уже более высокие мощности, что требует в свою очередь персонал. И постепенно они, конечно же, привлекают к себе новый персонал. Но эта история не моментальная, это постепенно наращивает, собственно, обороты наращиваются постепенно. И вакансии мы прогнозируем, что в связи с этими проектами и в связи с этими экономическими сдвигами в лучшую сторону нашего края, они будут все новые и новые рабочие места выдвигать на рынок. В завершении можно отметить, что сегодня практически не требуются юристы, бухгалтеры, финансисты. Однако грамотный специалист работу найдет всегда. Тот, кто еще не нашел себя, может переучиться. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.